Вы знаете, значит, МВФ существует довольно долго, этот банк. Это практически... И все кредиты большие странам выделяются от этого банка. То есть заменить будет очень сложно. Это как, скажем, какой-нибудь российский банк, завтра скажет, может заменить, например, силу или стать как Сити Групп, понимаете, который существует 200 лет и лидер практически. Поэтому, я думаю, для России не должна... То есть Россия не должна искать альтернативы таким образом, понимаете, совершенно. Совершенно свои банки закрыли, например, огромное количество, потому что они были нелегальны. Ну, легальные, и с другой стороны дела были нелегальные. И что? Например, что-то... Главное, чтобы результат был, понимаете? То есть, нет, я бы сказал, будем работать с ними, но с селью и обоюдные интересы, чтобы были. То есть взаимоинтересно, чтобы нам хорошо, вам хорошо. Понимаете? И здесь нужен тонкий очень эксперт по этим делам. В России то, что немножко есть разные дефициты, то есть, скажем, по разному, скажем, жанру, не только банковским, должны нанимать, как аэрофлот, скажем. Раньше была компания, которая хромала, понимаете, и обслуживание. Они взяли, пригласили, скажем, иностранных вот директоров. И тут же, через определенное время, ситуация изменилась, стала одной из лучших компаний Европы. Ничего в этом стыдного нету, если я сам не исправляюсь. Давай я буду нанимать человека, заплатить ему, и тут пусть этот человек учит своих ребят, чтобы они смогли подействовать в работу. Точно такая же система. В банках российских заходим. Вчера я был, пошел, небольшие деньги получить от РАО, то, что перечисляется по правам артистам. Вы знаете, сколько раз я ходил вчерашним? Около четырех раз. Свои вот эти три копейки, которые там, не мог их забрать, потому что карточку неправильно в Сбербанке оформили и так далее. Хромаем снутри. Сейчас теперь поднимем голову, будем воевать с какими-то банками, которые, как акулы, у них система сильнейшая, понимаете? Не знаю. Не знаю.